Здравствуйте, уважаемые зрители. Недавно на канале у меня был ролик про режим глубокого сна ESP-80266. Сегодня мы поговорим о режиме легкого сна LightSleep. Если мы посмотрим на документацию по ESP-80266, то здесь, в частности, есть Application Notes ESP-80266 Low Power Solutions. А еще нас интересует API Reference ESP-80266, Non-Auth SDK API Reference. В первом документе содержится описание всех режимов сохранения энергии. Это Modem Sleep, LightSleep и DeepSleep. В режиме Modem Sleep у нас выключен Wi-Fi, но все остальное включено. В режиме LightSleep выключен Wi-Fi, Остановлены системные часы, работа RTC и процессор у нас в состоянии ожидания. В режиме DeepSleep выключено все, кроме RTC-модуля. Значит, потребление энергии в режиме DeepSleep около 20 мкА. LightSleep 0,4 мА и Modem Sleep 15 мА. Значит, режим Modem Sleep, по-моему, в автомате включен автоматический. Модуль Wi-Fi просыпается для того, чтобы бакен дать им бросить, который на роутере, как правило, в 100 мс выставлен. И снова засыпает. То есть, пульсация энергии будет. Режим LightSleep отличается принципиально тем, что выход из него возможен только по внешнему какому-то событию. Значит, мы должны применить функцию GPO-PIN WakeUpEnable, в котором придаем номер GPO и статус, уровень сигнала на этой ноге, low-level или high-level, по которому произойдет просыпание, после того, как мы переведем модуль в принудительный режим сна. Значит, здесь написано, что используется это для режимов, когда нужно какое-то время засыпать и передавать данные между делом. Но не требуется, соответственно, какой-либо работа CPU в режиме ожидания. Ну и DeepSleep, который уже когда-то был. Это режимы более глубокого сна. Значит, RTC-модуль заводится на переданное в параметрах количество микросекунд. Но не более, поскольку здесь Win32, то, соответственно, около 70 минут с небольшим мы можем задать. После этого на ноге GPO-16 появляется низкий уровень. Если мы соединим ее с ногой Reset с помощью либо 3-мычки, либо резистора небольшого сопротивления, то модуль будет 3-запущен. И единственный минус, что выполнение скетча начнется сначала, и мы должны будем принять специальные меры для того, чтобы понять, что мы проснулись из глубокого сна, и восстановить контекст исполнения программы до этого. То есть мы должны будем сохранять с контекст программы либо RTC-память, либо флэш, что, конечно, нехорошо, учитывая ограниченный режим количества записей флэш. В режиме «Желать слипом» мы проснемся и, соответственно, продолжим исполнение с того места, где уснули, кроме того, что... Ну, единственный минус, как бы, да, что нужно внешнее воздействие для того, чтобы проснуться. Ну и давайте теперь на практике посмотрим. Значит, в SDK API описано «ForceSleep API» — это глава 3.7. Эта страница у нас 93-я. Вот. Значит, мы должны вызвать Wi-Fi FPM Open для того, чтобы активировать режим «ForceSleep». Когда он нам больше не потребуется, вызовем Wi-Fi FPM Close. Значит, «Do Wake Up» — это чтобы разбудить модуль в режиме «Модем Слип». Wi-Fi FPM Set Wake Up CD — мы регистрируем функцию «Callback», которая вызовется автоматически после того, как модуль проснется. Wi-Fi FPM Do Sleep — это мы переводим модуль принадлительно в режим «Сна». Выбранный тип «Сна» мы должны будем заранее, как бы, указать. И здесь параметр в количествах микросекунд, который этот сон будет, значит, у нас модуль будет спать. Этот параметр бессмысленен для «LightSleep», как я вам покажу. Хотя нет, здесь толком про это не сказано. То есть, чтобы модуль перевести в режим «LightSleep», мы должны будем передать сюда минус единицу. И внешний ГПО, значит, как бы сможет только разбудить у нас модуль. В режиме «Modem Sleep» модуль автоматически будет разбужен. Либо указанное время, либо, соответственно, когда ему нужно будет датимбакем послать на роутер. «SetSleepType» задает как раз перед Wi-Fi в FPM Open режим «Сна», в который мы войдем до «Слипом». Значит, режимы у нас «NonSleep», «NestPight», «LightSleep», «Modem Sleep». Значит, «GetSleepType», соответственно, возвращает текущий режим «Сна». Ну, тут некоторая еще служебная функция. И есть пример. Молодцы они, конечно, в документации. Некое количество опечаток, в частности, в примере тем более. Ну, модный «Sleep» нам не интересен сейчас. Вот. «LightSleepMode». Значит, первое, что мы должны увидеть, значит, здесь написано, что если у нас не определяет некая константа «SleepMax», то вот они считают, что если они передадут параметр какой-то, то модуль «Снёт». Это не так. Я вам это покажу. Значит так. Так. А вот иначе, это код, который будет работать. Здесь вот есть замечательная опечатка. Вот функции Wi-Fi Enable GPO Wake Up не существует. Более того, это WZM SDK, она даже якобы представлена. Такой функции нет. Но в описании режимов сна фигурирует правильное название GPO PinWake Up Emable и GPO PinWake Up Disable, соответственно. Такая функция есть, и, соответственно, её и будем использовать. Вот. Собственно, всё, что здесь есть. Ну, давайте теперь перейдём к скетчу. Инклюдим нужные нам опишенные функции ESP8026, объявляя их C-шными, чтобы линкер смог собрать наш код. Значит, PinWake Up у меня это GPO 12, это D6. К нему подключена кнопка, которая, значит, при нажатии скоммутируется с землёй. В сетапе мы инициализируем сериал, объявляем стройный светодиод как выход, PinWake Up как вход с подтягивающим резистором, то есть у нас будет высокий уровень, когда кнопка не нажата, и когда мы нажмём, у нас будет низкий уровень. Я буду использовать прерывание для того, чтобы поймать нажатие кнопки на смену уровня пина. Значит, в лупе у нас всё просто. Есть переменная Counter в вечном цикле. Если глобальная переменная Sleeping у нас стала True, она объявлена как Volatile, это значит, что к ней неприменима оптимизация, и её значение может неожиданно для компилятора измениться в любом месте, в частности в прерывании. Если вы этого не сделаете, то оптимизатор вполне может вот этот код в цикле оптимизировать таким образом, что будет игнорировать её значение, не будет её перечитывать постоянно. Поэтому если вы что-то меняете в прерывании, обязательно определяйте все переменные как Volatile. Значит, если у нас этот Sleeping, то мы вызываем DoSleep, при этом макрос MaxSleep, он у нас определяет поведение либо без параметров вызов функции, либо вызов функции с 5000 миллисекунд, потому что я в самом коде на 1000 ещё умножу. Мы печатаем этот каунтер, прибавляем его и меняем статус светодиода, чтобы он мигал. Ждём полсекунды, и этот цикл у нас крутится. Значит, вот прерывание кнопки. Запоминаем текущее время в миллисекундах. Если оно больше предыдущего заполненного времени плюс константа дебаузинга, которая, в данном случае равна 20 миллисекундам, то, значит, что-то делаем. Значит, игнорируем приход в это прерывание, потому что это с дребезг. То есть, предыдущее было не более 20 миллисекунд назад, это, скорее всего, дребезжание. То есть, мы обрабатываем первый его вариант и все следующие игнорируем. Значит, в самом внутри проверяем, если чтение ноги, которой подключена кнопка, стало возвращать логически ноль, то этот переменный слепинг глобальный мы определяем как истину. Собственно, всё. Ну, теперь ду слеп. Он не имеет параметров, если используется define maxslip, ну, как этот, собственно говоря, мы и будем делать, или же имеет параметр duration в миллисекундах, если этот define не определен. Отключаем прерывание кнопки, ждём, пока кнопка будет отжата. Значит, цикл ожидания не пустой, а с дилей один. Зачем это сделано? Дело в том, что в E-866 используется watchdog, который стоит на максимум, скорее всего, там 6 секунд, который перезагрузит модуль, если вдруг модуль повиснет. Так вот, дилеи, елды и так далее, они кормят, в том числе, watchdog. Если здесь сделать пустой цикл, нажать кнопку и не отпускать её, то секунд через 6 модуль перезагрузится, что, конечно, наверное, не есть хорошо. Поэтому вместо пустого цикла используем дилей от единички, например. Значит, сбрасываем глобальный переменный sleeping false, мигаем светодиодом, с уменьшающейся частотой, чтобы показать пользователю, что модуль перелёт режим сна. Пишем, что мы засыпаем. Ну и дальше код, который... Регистрируем процедуру просыпания. Регистрируем ногу D6, как будущую у нас по нижнему, низкому уровню сигнала, то есть, как кнопка будет нажата. И, соответственно, do sleep с минус единицей, то есть, spin до момента нажатия на кнопку. Если же у нас define max sleep неопределён, то вызываем do sleep с временем, переданным нам в миллисекундах, умножим на 1000, потому что параметр требует микросекунды. Модуль сразу не уснёт, поэтому вызываем дилей от единички, чтобы гарантированно модуль уснул. Процедура просыпания у нас тоже простая. Мы дизейблим просыпание от кнопки, если оно у нас было. Закрываем API for sleep. Снова цепляем прерывание на кнопку и пишем serial wake up. Собственно, вот такой код. Значит, вот у нас VMOS D1 mini. На D6 подключена кнопка, которая на землю коммутирует. Давайте посмотрим serial. Вот у нас пошла 0, 2, 3, 4, 5 и так далее. Нажимаем кнопку. Модуль замигал часто, написал sleep и уснул. Нажимаем ещё раз. Модуль написал wake up и пошёл считать дальше. Снова проснулись. Снова проснулись. Давайте посмотрим поведение этого. Значит, если мы передаем параметр отличный отмен соединица функции doSleep, который якобы в документации утверждается, что это будет работать. Define, значит, комментарий, заливаем код и смотрим на результат. 0, 1, 2, 3 и так далее. Нажимаем кнопку. Исполнился порцевой уровень. Писала sleep и пошла считать дальше, как ни в чём не бывало. Больше она на это не реагирует, потому что в wake up функцию мы вообще никогда не попадём. Но, собственно, факт того, что сериал работает, безусловно, указывает на то, что CPU, в общем-то, не остановлен ни в коем случае. Короче, всё это ерунда. Вот. Значит, Define мы опять оставляем, собираем. Модуль обратно заливаем. Давайте теперь посмотрим на энергопотребление модуля. Значит, мы видели, усилили, что у нас всё работает. Давайте запитаем его не от USB-порта, а от внешнего источника через вольтметр, соответственно. Ну, включаем. Значит, я беру батарейку 9-ти вольтовую, 3,3 вольта с платой для образования питания. Значит, здесь у нас земля, а плюс у нас, соответственно, через амперметр мы подключим на 3,3. Значит, так, самое важное. Включаем амперметр в режиме миллиампер, ставим на 200 миллиампер, включаем прибор, включаем питание, видим, что у нас расход чуть более 70 миллиампер, 73 где-то. Вот, модуль сегатекает. Вот оно, палку 20-ти, 16-ти, 20-ти, 30-ти, 20-ти. Как-то всё равно, вот опять 70. вот, нажимаем кнопку, пошло мигать, и вот у нас модуль уснул. То есть, он сейчас потребляет 2,5 миллиампера. Будем его... снова пошло 70 миллиампер. А, он опять уснул, потому что древескнутки была. Ну вот, 70, модуль проснулся. Уснул 1,2 миллиампера. Проснулся. Ну, снова 70. Вот, как видим, лайт-слип реально работает, но, в общем-то, то, как описано в документации, ну, немножко не совсем так. То есть, мы не можем поставить как-либо слипу таймер какой-то. Мы обязательно должны создать внешнее прерывание. При этом, это может быть только одно. прерывание, потому что gpv-cap здесь всего один параметр. То есть, мы не можем на несколько ног, например, на любой ноге, грубо говоря, уровень появился бы. Вот, такого мы сделать не сможем. Только если мы соберем схему, которая, соответственно, мультиплексирует несколько, там, не знаю, кнопок-ключок каких-либо вещей на одну ногу и ее подключим. Вот. Ну, собственно говоря, это все, что я хотел сейчас вам рассказать. Надеюсь, это видео было полезно. Читайте документации по API, тут много интересного. Вот. Пробуйте. Как видите, как бы много можно что интересного получить дополнительно. Спасибо всем за внимание. Вот. Всем всего наилучшего. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова